Эта программа говорит губерния. У меня просьба, вот из старожилов кто-нибудь есть? Вот скажите, вас в детстве возили на Волочаевку? Возможно, еще куда-то? Я помню, что наша школа выезжала на Волочаевку. Это вот, насколько я помню, вот все хабаровские школы возили учеников. Ну да, а в дни памяти о Волочаевской битве мне рассказывали, что был поезд, по-моему, Красная Гвоздика, он назывался, да, специальный народ. И я помню, нам зрители писали и говорили, что надо возродить эту традицию. Могу вас порадовать, традиция возрождаться, более того, таких вот военно-патриотических, туристических маршрутов в Хабаровске становится больше. И если я в чем-то ошибаюсь, меня поправит наш гость Никита Кобзев, руководитель поискового движения России в Хабаровском крае и также председатель исторического общества «Амурский рубеж». Здравствуйте. Здравствуйте. Я не ошибаюсь, действительно, таких туристических маршрутов для школьников, чтобы посмотрели места боевой славы, достаточно много уже в Хабаровском крае. В Хабаровском крае на самом деле очень много таких мест. Сейчас мы совместно с краем готовим проект. Проект заключается в том, чтобы мы подготовим эти маршруты, дорожные карты, так называемые, для районов. Мы будем проводить встречи с образованием и с сотрудниками культуры для того, чтобы помочь, где-то, может быть, подсказать потенциал какого-либо района. Провести, может быть, самим для начала эту экскурсию и уже потом ее возьмут и будут использовать уже для посещения других детей, например, или же для гостей нашего региона. Но вообще на кого рассчитаны такие экскурсии? Да, вот вы сказали, дети, гости региона. Но у них цель во многом образовательная получается. Вообще для чего это делается? Здесь много направлений. Первое направление, конечно же, это образовательный момент, компонент. То есть если мы говорим про школьников, про школы, второй момент, конечно же, есть, если его захотят сделать зато коммерцию. Но, опять же, должны туристические компании к этому подходить как-то именно щепетельно. То есть такие туры выходного дня, да, в смысле? Ну, это будет насмотрение районов. Но если говорить... У меня просьба, давайте посмотрим как раз видео. Это ваше последнее, по-моему, путешествие с детьми, да, по местам боевой славы. У меня просьба, давайте покажем. Да, если есть техническая возможность, давайте попросим режиссера. Это вот где? Это Бикинский район, это село Васильевка. Там проходил ряд сражений. Самые крупные боевые столкновения там были в 21-м году, в декабре, и в феврале 22-го года. То есть, по сути, на территории Хабаровского края это заключительное сражение было не уступающее по своему размаху, наверное, в Волочайской операции. Неплохо. Но дети, я смотрю, с металлоискателями, значит, а что они там делали? Ну, во-первых, это была поисковая экспедиция. То есть не просто туристический маршрут? Нет, это не туристический маршрут. Это была именно работа поиска станков. Два года назад мы обнаружили там частично фрагментированные станки незахороненного человека. То есть там уже костные станки проходили экспертизу. Действительно установили, что, да, 100-летняя давность. Сейчас кадры, вы видите, это Николаевск на Амуре. Специально мы сделали такую подборку, чтобы можно было увидеть, что у нас такой край богат на различные исторические места. Если вот мы уже говорим про Бекинский район, к примеру, там есть и как и захоронения воинские, то есть это можно составить маршрут, опять же, со школьниками. Это можно сделать стенды, где можно показать план сражения, кто где наступал, то есть с интересными рассказами. Тут же посетить заставу, граница. Если говорить даже о таких вот не школьных турах, а, например, вот просто, чтобы сесть на машину, да, и поехать. Вот я, например, далеко ходить, я с ребенком съездил на Волочаевскую сопку, да, ему понравилось. Но вот вообще у нас таких мест, куда вот из того же Хабаровска добраться на автомобиле в течение дня. Да не надо уезжать из Хабаровска, подтвердите. У нас вот центр города, это все исторические места. Да, конечно, центр города, действительно, это тоже, можно сделать и военно-исторический туризм, конечно, и в центре города, если мы говорим про ту же самую гражданскую войну. Даже если мы не говорим про гражданскую, мы говорим, к примеру, локальные конфликты 30-е или война с Японией, опять же, можно найти масса объектов, да, где можно найти хорошую историю и выстроить ее по городу. Здесь можно придумать массу тематических экскурсий, но, опять же, этим должны заниматься определенные специалисты, прорабатывать эти маршруты и делать действительно интересное. Вот я по образованию строитель мостов, поэтому мне кажется, что вот мало продвигается наш замечательный Амурский мост. Давайте на него посмотрим, у него уже уникальная история, в том числе военная. Расскажите. Да, конечно, мост был задействован в годы Гражданской войны, его взорвали партизаны, когда уже оставили город, чтобы не допустить японцев переброситься на левый берег. Гуляют мифы, что его взорвали и калмыковцы, и белые, и красные. Масса есть мифов, слушал, удивлялся. Но, конечно же, да, мост – это такое чудо, действительно, это наше амурское чудо, и про него можно, конечно же, рассказывать тоже очень много историй. Изначально, как его строили, потом его взорвали, и затем уже, как его реконструировали. И на каждом из этапов очень интересно. Да, там действительно огромная история, это огромный объект, который вообще, да, тоже золотую медаль большую выставки Парижа получил наравне с Эфиревой башней. Не он, а конструкция фермы. Я потом расскажу. Ну, хорошо. Это тема моей красавой была. А, вот так даже. Но, тем не менее, тут еще ведь такой момент заинтересовать людей, да, и в первую очередь, наверное, тех же школьников. Насколько они интересуются такой темой, как история нашей земли во время гражданской войны? Ну, судя по кадрам, интересно было. Все правильно. Сначала нужно заинтересовать тактильно, чтобы не пощупали, потрогали. Действительно, это очень важно, потому что, не потрогав, не прочувствовав, ты этого не поймешь. Ну, к примеру, я был ребенком, да, я попал в одну из экспедиций, динозавров копал. Ну, занимался палеонтологией. То есть, конечно же, вот у меня вот это, ну, кости, да, земля, это все прошло через руки. Меня это очень сильно заинтересовало. Ну, правда, я не стал заниматься палеонтологией, да, я начал заниматься историей. Но, опять же, это через руки все. Эти пулеметную ленту держали, да, это где-то под Николаевском нашли. Тоже очень круто. Хотя, если есть возможность не искать, да, например, а приехать и тоже все поддержать, потрогать, я, насколько понимаю, огромное количество различных экспонатов, которые, ну, вот просто можно взять в руки. Конечно, конечно, очень много экспонатов. Сейчас мы, опять же, тоже со своей стороны будем прорабатывать некоторые такие зоны, как и на Волочаевск, Касопке, как и на территории Хабаровского края. Именно чтобы это все было с экспонатами, с мастер-классами. Но, опять же, я думаю, что компании, да и краеведческие музеи по районам, они должны сами сейчас решить, что действительно этим нужно заниматься, что нужно подготовить какой-то материал, чтобы это было востребовано. Мы готовы прийти на помощь, помочь специалистам. Говорю, у нас есть уже целый проект, нас Хабаровский край поддержал. Самое главное, чтобы от людей было желание. Если мы говорим про коммерцию, то здесь, опять же, все карты в руки. Понятно, что это очень долгие деньги, не получится быстро какого-то дохода, потому что нужно вложить не только усилия, душу и знания. Но меня порой удивляет, что многие коммерсанты говорят, вот петроглифы, например, вот там трава растет, еще что-то. Почему не убирают? Но если вы зарабатываете деньги на этих петроглифах, придите, уберите, облагородьте, создайте какой-то продукт, действительно качественный, и зарабатывайте деньги. И развивайте туризм. Вы знаете, мне кажется, вот жемчужиной нашего военно-патриотического туризма мог бы стать Николаевск. В принципе, это уникальное место. Я предлагаю посмотреть фрагмент из фильма, который вы готовили. Там это дальневосточная столица, одна из первых. Это город, который называли Петербургом на Амуре, потому что там была уникальная архитектура, там было старинное и большие здание, и очень богатая военная история. Правда? Да, действительно, Николаевск на Амуре – это один из старейших городов на Дальнем Востоке, на Амуре – один из старейших, старше, чем город Хабаровск. Естественно, у него очень богатая история. Я бы даже не только про Николая сказал. Есть такая изюминка – фортификация, именно крепость Чнырых, но, опять же, параллельно фортификация, которую мы сейчас ищем, это Лазарев. Есть у нас остатки фортификации, это Завета Ильича, это все одно и то же периода, именно заселение Дальнего Востока. Пытались мы найти документы по фортификации именно Чнырыха, чертежи Лазарева. К сожалению, мы в Москве их не нашли, но мне сейчас уже подсказали, в ГАЧе не надо искать. Это, конечно, более дорогостоящий, видимо, проект, и, видимо, нужны какие-то большие капиталовложения, хотя бы для того, чтобы школьников возить в Николаев достаточно далеко. Но если организовать маршрут, мне кажется, это будет просто шикарно. Ну, здесь мы еще упираемся в другой вопрос, про речной туризм. То есть его нужно опять поднимать с колен, развивать именно паратуризм по Амуру, потому что если его развить, мы приобретем столько, опять же, исторических маршрутов, остановок. Ну да, тот же Тыр, где остановили эскадру, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз-таки. Но вот есть еще один такой момент, это средство доставки, скажем так. Потому что, например, у меня ребенок летит на Сахалин, там сейчас стоимость билетов 3 тысячи рублей буквально на самолет. Чтобы добраться до того же Николаевска, нужно заплатить немалую сумму денег. Это малая авиация, это огромный парк. Вот насколько государство готово идти навстречу, чтобы сделать льготные билеты, например, для детей из Хабаровска, или организовать, например, поездку на метеорию для детей из Комсомольска, чтобы можно было посмотреть все это? Ну, про метеоры я вам не подскажу. Мы сталкиваемся с этим вопросом, так как у нас очень много ребят, которые принимают участие в наших мероприятиях. Они как раз с Николаевской на Амуре, мы очень плотно именно с этим городом работаем. Но льготы и существуют, действительно. В правительстве есть льгот. У нас ребята летают по очень низким ценам. То есть нам, в принципе, знак равно привезти ребенка из Южного района или из Николаевской на Амур. Действительно, правительство наше постаралось в этом плане. Про метеор я вам не скажу, если честно. Ну, понятно. Просто я к тому, что действительно тут нужно подумать над тем, как организовать доставку тех же детей, размещение. И мне кажется, что это бы очень неплохо выстрелило, потому что можно очень неплохой турс. Ну, мне кажется, это не мелочь. Это, возможно, одно из самых главных дел, которое надо сделать. Все же думают о том, как закрепить молодежь. Что сделать, чтобы они не уезжали? А они должны чувствовать корни. А как они их почувствуют, если им никто ничего не показывал? Они каждый день ходят мимо какого-нибудь того же Волочаевского городка, а там исторические военные казармы. И туда привезти, рассказать, что там было, мне кажется, это очень интересно было. Да, действительно, сталкивались с тем, что, опять же, после нашего фильма, что многие горожане, да не только дети, а и взрослые, многих вещей не знали. Они не подозревают, насколько интересна история Хамара. Они даже не подозревают, что здесь бои какие-то есть. Здесь брать каждую улицу, взять то же самое, пересечение Карла Маркса, Демьяна, Бедного. Там такая бойня была целая. Вот мы сейчас перевели отчеты японские, как раз экспедиционного корпуса по боям именно в том квадрате. Там ужасные вещи творились. А сейчас в итоге за гаражами, вот сейчас вот памятник приводят. В порядок, наконец-то, власти обратили внимание, закрепили и молодежь за этим памятник, за этим памятником, за захоронением даже артиллеристов. Ну, вроде как, все идет на поправку. Я смотрю, с каждым годом все равно боевая история города, она приобретает какой-то вот первый... Я согласен. Если даже сравнивать с советским временем, ну, мы знали только про Волочаевку. Ну, потому что с одной стороны смотрели, да, на события? Сейчас известно гораздо больше, и мне кажется, сейчас интереснее даже стало. Спасибо огромное, что вы этим занимаетесь. Это очень важно. На гостях был Никита Кобзев, руководитель поискового движения России в Хабаровском крае.